МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Начинаем подробности в студии Алексея Лихман. Бойцовский клуб, чьи кулаки заблокировали работу парламента. Газоват от Кабмина, какой тариф ждать в платежках? За липу ответят, прокуратура вспомнила о гаишниках, фальсифицировавших дела против автомайдановцев. Бюджетные сюрпризы, какой груз ляжет на плечи украинцев. Борис, ты был прав, как прощались с Немцовым. День драк и непринятых решений. В сессионном зале депутаты пошли на депутатов в куларах. Разбитый инвентарь на табло ни одного проголосованного законопроекта. Подробнее Екатерина Лысенко. Разбитый пресс-поинт, поваленные стенды. А еще 5 минут назад депутаты выясняли отношения в сессионном зале. Зупините, Мельничук! Зупините, я сказал. Разбороните их, я прошу вас. Разбороните. Разнимали кулар. Дрались радикал бывший и радикалы нынешние. Мы не дозволим, чтобы в Верховной Раде были продажные дужки, которые зрадили выборцев. Я не дам себя ображать. Моя гидность, гидность офицера, я не дам себя ображать. Кожен подлюдчик. Из-за потасовки в сессионном зале перерыв. А перед тем так долго спорили о правительственном законопроекте. Касался он валютного контроля. Запрещал экспортерам выводить за границу валюту по предоплате. И предлагал сократить вдвое срок возвращения в уручки. Был так остановят спекуляции. Виручка от экспорта в 2013 году не пришла назад до Украины миллиард долларов. В 2014 году по контрактам не повернулася в Украину 742 минуты. Недобросовестные импортеры и экспортеры выводят из Украины валютную виручку, чтобы вернуть ее через полгода, когда курс доллара изменится. Но часть коалиции в предложениях правительства усмотрела новые схемы. Но даже в первом чтении закон не приняли. После обеда обещали еще раз вернуться в зал с решением. Но снова отрака. Участники те же, масштабы побольше. Уже радикалы против воли народа. Заседание закрыли в считанные минуты. Поэтому не проголосовали за лишение неприкосновенности троих судей Печерского суда. Царевич, Вовка и Китюка. Их подозревают в вынесении заведомо неправомерных решений. Царевич, к примеру, по активистам Евромайдана. Теперь депутаты побаиваются, как бы судьи не сбежали. И просят спецслужбы зреть в оба. В разе, как бы они втекли, або если они втечут, то те, кто за это отвечают, будут сказать, что они были не поинформованы про факт их возможного арешта. А когда теперь этот факт в доме, что я их собираюсь арештовать, то ответственность спецслужб на том, чтобы они не втекли. Но что касается результатов работы, сегодня их нет. Ни одного принятого законопроекта. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер. Теперь о том, что депутаты напринимали вчера ближе к ночи. И о том, как с этим жить людям. Вернее, выживать. Работающие пенсионеры станут получать меньше. Насколько? И кто от этого выиграет? Если выиграет, конечно. Выясняла Елена Зорина. Киевлянин Станислав Борисович спешит по делам 6 лет, как на пенсии. Но работает в проектном институте зарплата почти как прожиточный минимум 1400 гривен. Плюс пенсия 4. Вчерашние парламентские инновации он изучил и уже все посчитал. 600 заберут. Ну, в Львов не поеду, да? Ну, в отпуск. В Турсковес не поеду. Минус 15% может быть уже с 1 апреля урезать. Пенсии обещают до Нового года. Вовсе без них останутся судьи прокурора НРД. Голосовали 9 раз. Никаких правок в него, по крайней мере, по тем данным, что есть, не вносилось. Эксперт Юрий Гаврилевич Ковчитывается в документ. Говорит, до сих пор не понял, какая сумма не будет облагаться налогом. То ли это прожиточный минимум для утративших трудоспособность. Тогда речь идет о почти тысяче гривен. То ли почти полторы тысячи. Неясно, и что будет с теми, кто уже налог платит. С конца прошлого года его ввели для тех, у кого пенсия превышает 3,5 тысячи. У нас порядка трех миллионов работающих пенсионеров. Лишая их сейчас части пенсии, государство будет стимулировать и их, и работодателей, переходить из легальной сферы занятости в нелегальную. И это не все, эксперт уверяет, изменения нарушили минимум две статьи Конституции. В парламенте и сегодня спорят в Народном фронте, называют это ликвидацией спецпенсии. И не скрывают, что все ради очередного транша МВФ. Но не согласны есть как в коалиции, так и в оппозиции. На самом деле это реальные реформы. Мы поновили доверие к нам с боку международных финансовых институтов. Мы забираем копейки в бюджет, которые абсолютно не помогают дефициту пенсионного фонда. И мы посчитали, что этот дефицит легко перекрывается, например, немножко повышением оподаткувания дивидендов. Вместо этого мы забираем опять у самых незащищенных. Экономический эксперт Александр Рябцев признает в этом решении больше политики, чем прагматики. Дефицит бюджета пенсионного фонда в текущем году может превысить 80 миллиардов гривен. А на урезании пенсий сэкономят всего 4. Просто нестача грошей в державном бюджете на выполнение социальных обязанностей. МВФ не продукует сам вымоги для украинской влады. Это на 90% пропозиции, которые давались раньше украинской владею. Любовь Александровна из Ужгорода пока не знает, коснется ли ее эта новация. Пенсия 1300 гривен. Учитель с почти 40-летним стажем продолжает работать. Иначе, уверяют, не выжить. Есть семья, есть внуки, есть дети. А бабушка – все спонсор. Так? А еще, как и все, все пенсионные проблемы. 15% минус. Я не знаю. Просто и умирать, и не жить, и не умирать. Впрочем, эксперты намекают, нововведение отменить можно в Конституционном суде. Елена Зурина, Марина Коваль, Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер. В карман украинцев залезут еще раз. Вырастут цены на газ. Существенно. Сколько теперь будут платить за тепло украинцы? И все ли смогут сделать это? Узнавал Алексей Пшемызский. Тепловой удар. С 1 апреля украинцам придется платить за газ в три раза больше. 3600 гривен за 1000 кубов. В наступную зиму, это сезон 2015-2016 года, в однокомнатном помешкании люди будут платить приблизительно где-то 1500 гривен в месяц за коммунальные послуги. Двокомнатная квартира больше 2500-3000 гривен. И, наконец, наибольшая площадь, это 80-90-100 квадратов. Трехкомнатные помешкания будут платить больше 3500-4000 гривен. Для частных домов норма 200 кубометров. Для тех, кто потребляет больше, тариф вырастет в два раза. Столько же газ будет стоить в теплый период, с мая по сентябрь. Повышение нужно для кредита от МВФ. Эти люди в Черновцах об условиях МВФ не знают. Газ для них единственный источник тепла. Виктория живет с пятью детьми. За газ отдает 600 гривен в месяц. Ни льгот, ни субсидий. Услышав новости от нашей съемочной группы, просто расплакалась. Я не представляю, как буду. Пенсия такая, как у всех. У меня 1500, правда. Я не знаю, что делать. И чем-то пить, и что делать, и как жить. Тарифы нужно было повышать уже давно, но не так резко. Миллионы людей теперь могут оказаться на грани выживания, говорят экономисты. Решение должно было бы быть по повышению цен на газ постепенно. Должны быть предусмотрены определенные компенсаторы. Реформа не может заключаться в одном повышении цены. А самое главное, что это все должно быть основано на платежеспособной возможности населения. Виктория уже посчитала. Платить за тепло теперь придется около 3000 в месяц. И что делать? Куда идти краски? Взять велосипед и идти туда, на Киев? Куда идти? Вот видите, детей на войне и мать героини. И что мне делать? Надежда Савченко пообещала прекратить голодовку, если ей станет совсем плохо. Об этом в своем твиттере написал один из адвокатов украинской летчицы Марк Фейгин. Другой адвокат Николай Полозов говорит, что состояние подзащитное тяжелое. У меня неделя уже сильные боли в желудке. У меня есть существенные проблемы с почками. Сердечно-сосудистой недостаточно. Но о действительном положении вещей мы не знаем. По той причине, что ФИН, Федеральная служба исполнения наказания, которая осуществляет ее госпитализацию в следственном завиатре «Матросская тишина», не предоставила на наш адвокатский запрос в медицинскую документацию. Ответственность за жизнь Надежды Савченко лежит на России. Это заявление украинского МИДа. Накануне в телефонном разговоре лидеры Германии, Франции и Украины в очередной раз призвали Путина освободить украинку. Но в Следственном комитете России один ответ – судьбу Савченко будет решать суд. И сегодня же стало известно, что Надежду могут перевести в обычную больницу, если ее состояние ухудшится. Герои не умирают. Эти слова скандировали сегодня на похоронах Бориса Немцова. Оппозиционного политика, зверски убитого три дня назад похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Продолжит Данил Русаков. Настоящее человеческое море. Люди стали подходить к дому академика Сахарова за несколько часов до начала траурной церемонии. В руках цветы и лампадки. Очередь растянулась на километры. Лидер он и не лидер, он оппозиция. Это даже не в этом суть, а в том, что просто это же убили спецслужбы. Это же всем понятно. Я приехал из Белгорода. Это город на границе с Украиной. И, конечно, мы не смогли, не смог я, чтобы такой случай. Это или знак судьбы, или, наверное, знак судьбы. Церемония прощания прямо как митинг оппозиции, на которых Борис Немцов часто выступал. Вокруг усиленные патрули полиции на территорию москвичей пускают после тщательного досмотра и через рамки металлоискателей. Утрата трезво мыслящего человека для России сегодня – это большая утрата. Среди российских политиков мало людей, которые ясно, отчетливо отдают себе отчет о том, что здесь происходит. Еще меньше тех, кто решаются говорить об этом. Это первые кадры с места трагедии. Бориса Немцова застрелили буквально в нескольких шагах от Кремля. Четыре пули пробили голову, сердце, печень и желудок. Киллер скрылся на белой машине, его до сих пор не нашли. Уже тогда многие начали открыто говорить – убийство политическое. А Немцов поплатился за свою смелость. Он всегда однозначно отзывался о нынешней российской власти. Но те, кто к ней очень близки, все же пришли сегодня проститься с оппозиционером. Бывший министр финансов Алексей Кудрин в разговоре с журналистами острых комментариев избегал. Я Бориса Немцова знал очень много с тех пор, как он пришел на работу первым вице-премьером. Тогда экономика России была в очень сложном состоянии. И я помню, как нам пришлось непрерывно, круглосуточно работать. У гроба с телом Немцова его ближайшие соратники. Сопредседатель партии РПР Парнас Михаил Касьянов, активист протестного движения Илья Яшин. Рядом с ним мать Бориса Немцова. Именно сегодня ей исполнилось 87. И она приехала из Нижнего Новгорода хоронить сына. Мы реально были близкие друзья. Для меня это большая личная трагедия. Поэтому и самое главное, что вот я сейчас остро ощущаю, что вот та атмосфера деления людей на наших и не наших, она вот как раз приводит к таким трагедиям. На похороны Немцова прибыло и большое количество заграничных делегаций. Но некоторые до Москвы так и не доехали. Запретили российские власти. Это и спикер польского парламента, и один из депутатов Литвы. Развернули прямо в аэропорту Шереметьево. Те же, кому преграды одолеть удалось на слова, не скупились. Борис Немцов погиб, потому что говорил правду об агрессии в Украине. Он стал героем и России, и Украины, и даже Польши. Немцова похоронили на Троекуровском кладбище, это на юге Москвы. Попрощаться с политиком смогли далеко не все. Уже когда тело выносили в катафалк, собравшиеся на улице, стали скандировать слова, хорошо знакомые каждому украинцу. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканалы Интер. Действительно, попрощаться с Немцовым пустили далеко не всех. Вот так Европарламент потребовал от Москвы объяснений, почему запретили въезд на территорию РФ депутату от Латвии Сандре Кални. Она собиралась приехать на похороны Немцова. В российском МИДе заявили, не пустили из-за некой антироссийской деятельности депутата. Что конкретно имели ввиду, так и не объяснили. Зона АТО. Новости с Востока. Узнаем от моих коллег. И первой с нами на связь выходит Ирина Баглай. Ира, здравствуй. Где ты сегодня побывала? О чем можешь нам рассказать? Здравствуй, Леша. В Песках мы были, и там не прекращаются обстрелы. Но огонь боевики ведут из малокалиберных орудий. Последний раз из крупного калибра позиции украинских военных. Террористы ДНР обстреляли несколько дней назад. Это была мина 120-го калибра. Одна, которая забрала жизнь бойца правого сектора с позывным «Танчик» и нашего коллеги-фотокора Сергея Николаева. И вот уже третий день артиллерия боевиков в районе Донецка молчит, но не умолкает стрелковое оружие. Встрелился для того, чтобы подвезти под рубеж пехоту, да, там, либо снайперов, посадить на какие-то точки, а потом, ну, как бы, вести уже стрелковый бой. Это признак того, что что-то, может быть, что-то готовится. То, что ближние бои здесь продолжаются, мы убедились и сами, пока находились в Песках, и не было, наверное, ни минуты тишины. Практически нет. Вот, слышите? Удары идут. Вот это танк был. АГС? Это АГС или танк? Да, это АГС. Вот это? Да, да. Это разрывы идут, да? Да, разрывается АГС. А хлопок, а падает оно как в сэхом, так, хох-хох. Выселку упал. Нет, это не выстрел. Поселок в руинах. Многие здания разрушены до фундамента. Там, тем самым, оголены позиции силотом. Как следствие, активизировались вражеские снайперы. Стрелкового оружия снайпера такое работает. Местность такая, что поле многое видно. И украинская армия соблюдает минские договоренности. За линию столкновения отвели противотанковые пушки-рапиры, но оставаться здесь без огневой поддержки нельзя, говорят военные. Бояки наращивают силы и даже продвинулись вперед. За прошедшие две недели перемирия террористы успели укрепиться на критическом расстоянии, полкилометра от крайней линии нашей обороны. Ведь украинская артиллерия, согласно минским договоренностям, умолкла. Они постоянно, каждый день строят позиции, привозят мешки с песком, привозят новое вооружение. Мы знаем, что у них сейчас здесь появился утес, появилась парочка СПГ, парочка АГС. Они постоянно укрепляются. По сведениям украинской разведки, также в песках боевики ДНР не только не отвели артиллерию. Шахту Октябрьская они используют как укрытие, куда могут завести несколько колонн танков. И, по всей видимости, говорят наши военные, террористы готовятся к атаке. Чем стратегически так важны пески? Это, во-первых, доминирующая высота. Контролируя ее, украинская армия контролирует взлетную полосу. К тому же, объясняют военные, пески не позволяют боевикам выйти на дорогу Авдеевка-Маренко. Поэтому украинская артиллерия остается пока здесь, на расстоянии, позволяющем остановить наступление агрессора. Алексей. Спасибо тебе, Ерочка, за работу. От Ирины Баглай узнали о ситуации в зоне АТО. Ну а сейчас о том, какая обстановка на оккупированных территориях. Что происходит в Донецке и Луганске? Мы дозвонились жителям городов. Вот что они говорят. У нас большие проблемы с продовольствием. У нас полупустые полки магазинов. Сама удивляюсь, как мы еще живем. Цены где-то процентов на 15-20 выше, чем на основной территории Украины. Там задерживать зарплаты нам их просто не дают. Убивает взаимную озлобленность в социальных сетях. Пора уже все это прекратить. Мы одна страна. У нас очень дорогой бензин. Бензин около 36 гривен. И это несколько заправок. Или одна, либо две заправки на весь Донецк рабочие. Остальные заправки сразу выставили, что бензина нет. Рынки у нас, скажем так, закрытые. А те, которые пооставались, ну очень-очень скудные. Вещевые рынки тоже там через один пооставались. Килограмм картошки 115-17 гривен. Яйца в районе 25. Ну, сахар уже даже не смотрешь. Всех его не портить. Оказывается, что по факту тот же бюджет ЛНР, каким бы он ни был, фемерным сверстом на полгода. Продолжаются политически и так далее группировок ЛНР между собой разборки. В частности, опять, откуда ни возьмись, появилась Луганская гвардия. В принципе, организация, с которой начиналась «Русская весна». Сегодня в некоторых местах по городу вроде бы одни гуманитарная помощь. Время раздачи. Там они активно очень агитировали против Плотницкого и всех этих товарищей. Гуманитарную помощь российскую никто не видит. Говорят, что она есть, но я все-таки меня спрашиваю, а где она, эта российская помощь? Вот килограмм риса российская помощь. Больше российской помощи нет. К Мариуполю. Последние новости оттуда узнаем у Александра Пантелеймонова. Саша, здравствуй. Мы тебя слушаем. Тебе слово. Да, Леша, Широкино по-прежнему под огнем. Вот днем террористы только на несколько часов притихли. И уже к вечеру поселок вновь обстреляли из минометов, затем и из стрелкового оружия. Но вот во время этого дневного затишия нам удалось добраться до передовых позиций. Но ведь там, естественно, повсюду разрушения и следы от взрывов. Сейчас вы увидите знак Широкино. И внизу полностью будет расположено само село. Вот знак Широкино. Мы к нему приближаемся. Довольно маленькое село. Боевики находятся на сходе с Широкино. Диверсивно разведленные группы снайперы працуют в самому, в беспосредненном населенном поле. Наши военные сейчас продолжают укреплять позицию. Большую часть работы уже выполнили с помощью спецтехники. Ну, где-то пришлось поработать и вручную, лопатами. И вот сейчас подключают уже электричество и устанавливают печки. Четыре человека тут уже. Китаймс тоже тут. Даже телевизор, я новин, света же не маю. Укрепление оборудуют на совесть, потому что обстреливают здесь постоянно из самых разных видов вооружения. Повсюду вокруг позиции воронки, а прямо из дороги торчат снаряды от града. Это буквально полтора недели назад. Это полы тоже засеянных разами. Но тут можете прийти, смотрите, воронки. От обстрелов со стороны террористов страдают, естественно, и местные жители. Инфраструктура разрушена, им приходится жить в полуразрушенных домах. Также есть проблемы с водой, питьевой, с продуктами. Магазины практически не работают в окрестных селах. Невозможно спокойно ходить, невозможно во двори, невозможно в доме. Стреляют вот эти люстры, вот эти двери, лопаются окна. Ни дня, ни ночи спокойно нет. И вот сегодня стали известны подробности вчерашнего боя столкновения наших военных с вражескими диверсантами, в ходе которого погибло двое наших военнослужащих. Столкновение произошло возле поселка Пищевик, и в ходе него погибли двое наших морских пехотинцев из Одессы. Пока это вся информация, Алексей. Спасибо, Саш. Александр Пантелеймонов вышел с нами на связь из Мариуполя. В Киеве просились с фотокорреспондентом газеты «Сегодня» Сергеем Николаевым. Он погиб 28 февраля в Песках от тяжелых осколочных ранений, возвращаясь со съемки. Было ему 43 года. Сергей неоднократно делал фоторепортажи из горячих точек. В 2013-м прошла выставка его работ «Недетское детство» о том, в каких условиях растут дети во время войны. Похоронили Сергея на столичном лесном кладбище. Тяжело говорить. Сергея Николаевна знакома около 20 лет. Наверное, лучше друга, наверное, больше не встречу уж. Все переживали, когда он ездил по горячим точкам. Знаем, сколько стран он объездил, как он был под стрелами, как он не спал ради кадра. Никто не мог подумать, что он погибнет на войне в собственной стране. Сереж, мы всегда тебя будем помнить. И 12-й всегда живой. Неспокойно в Луганской области. Боевики хоть и прекратили обстреливать позиции украинской армии с тяжелого вооружения, но активизировались диверсионные группы. Как живут и воюют наши бойцы в условиях такого перемирия, видели наши корреспонденты. Это нереальный бой, а учение непосредственно на линии фронта. Вот уже почти неделю на этом участке относительно спокойно. Боевики не обстреливают позиции из артиллерийских орудий. А вот диверсионные группы не спят. То и дело, пытаются прощупать нашу оборону. Затишье, затишье, но, как говорится, все равно не дремлем. Потому что мы понимаем, что это наша жизнь, и жизнь их тех, кто стоит за нами. В это условное перемирие военные не верят. Славяно-Сербский район находится на выступе. А значит, всегда сохраняется опасность наступления боевиков. Бойцы к этому готовы. Они укрепили свои позиции и даже попытались создать домашнюю обстановку. Насколько это возможно. Все делали своими руками. Гранатомерщик Александр гордится. В этом блиндаже есть даже телевизор. Правда, ловят только российские каналы. Тем, кому надоедает смотреть телевизор, играют шахматы. Их вырезали из дерева. Осталось только покрасить и начертить игральную доску. Доску расчеркнем и турнир пойдет. Медозаряженный заряд. Для ума тоже физической силой занимаемся. Для ума тоже надо. Время отлежься у наших военных пока есть. По информации разведки, боевики принялись активно делить власть в оккупированном Луганске. В передний край их идут казачки, чечены. То есть наемники. Идут наемники. За ними уже стоят регулярная российская армия. Насколько мы знаем, то у них там сейчас идет дележ власти. Территории, заводы, фабрики, что есть. Комбинаты, предприятия разного типа. Несмотря на угрозу наступления, и военные, и местные жители все же очень надеются, что хрупкое перемирие станет настоящим миром. Станислав Ухачев, Максим Чеблин, Руслан Терентьев. Подробности в телеканал Интер. Мировые лидеры обсудили украинский вопрос в телефонном режиме. Барак Обама провел видеоконференцию в Белом доме. Общался с Кэмероном, Меркель, Оландом и итальянским премьером Ренци. Также в переговорах участвовал и президент Европейского совета Дональд Туск. Известно, что дополнительно украинский вопрос Обама будет обсуждать с Туском тет-а-тет уже 9 марта. О чем беседовали сегодня неизвестно. Никаких заявлений для прессы политики не сделали. Они составляли липовые протоколы на активистов Автомайдана и почти год оставались безнаказанными. И вот теперь в Киевском управлении ГАИ обыски и изъятие документов. Прокуратура наконец-то взялась за расследование фальшивых протоколов против активистов. Максим Кошелев подробнее. У киевских ГАИшников день сегодня не задался. В 8 утра одновременно в управлении ГАИ Киева и в постдорожно-патрульной службы пришли следователи столичной прокуратуры. Пришли и начали обыски в кабинетах. Изымали документы и электронные носители информации. Так, это нам подтвердили. Переверка есть, переверка тревает. Но мы работаем все с гибном штатного расклада, все на местах. Визит прокуратуры связан с действиями Киевского ГАИ в период конта 2013-го, начало 2014-го. Речь идет об автомайдане. В то время инспекторы пачками составляли на активистов админпротоколы. Часто по надуманным причинам, часто откровенно фальсифицировали. Например, один и тот же ГАИшник мог составить несколько протоколов в разных местах Киева в одно и то же время. И уже сегодня у следователей прокуратуры есть интересные находки. Это перелики транспортных средств, которые использовались ними в акциях протестов. Также, безусловно с признанием, что это автомобили Автомайдану. Это подтверждает, что споробетники и Кривни СДАІ достоверно было известно, кому принадлежат эти автомобили. Сами активисты до сих пор в судах доказывают, что ГАИ тогда составляла на них протоколы не за нарушение правил, а по политическим причинам. До последнего времени доказывали практически безрезультатно. Но лед тронулся, говорят автомайдановцы. Ведь недавно прокуратура провела обыски в Печерском суде, а против сразу нескольких судей открыты уголовные производства. Пройдут обыски и в нескольких региональных ГАИ. Набор статей серьезных – это и служебный подлог, и превышение полномочий, и препятствование митингам. В Днепропетровске прокуратура взяла под стражу экс-заместителя Днепропетровского губернатора и действующего главу облсовета. Подозревают их в организации силового разгона Днепропетровского майдана 26 января в прошлом году. Инкриминируют сразу три статьи. Превышение полномочий, препятствование уличным акциям и деятельности журналистов. К нам присоединился Александр Вилкул, народный депутат Украины. Александр, здравствуйте. Вот больше года назад вы были у власти, в свое время возглавляли Днепропетровскую область. Как вы можете прокомментировать сегодняшнее задержание? Добрый вечер. Это классические, беспредельные политические репрессии со стороны областной, региональной власти. Это беспрецедентное давление и уголовное давление, когда людей под надуманными предлогами кидают в тюрьму. Это и похищение людей уже 8 дней, неизвестно где находится начальник юрдепартамента городского совета Величко. Это и избиение, когда неизвестные люди избивают людей на улицах. Знаете, это все месть. Месть за принципиальную позицию оппозиционного блока в Верховной Раде. Месть региональной власти за принципиальную позицию в региональных советах, в городских советах, в областном совете. Потому что за год долги по зарплате в 8 раз выросли. Когда ни одной лопаты асфальта не было кинуто, практически ничего не сделано. Уже тысячи людей потеряли работу. Один южмаш 8 месяцев долги по заработной плате. И сейчас, когда проиграны были парламентские выборы, сейчас рейтинг оппозиционного блока уже больше 35% по Днепропетровской области. Они готовятся к местным выборам и вот таким вот образом, репрессиями пытаются... Ну, ваша точка зрения по этому вопросу ясна. Александр, спасибо. Вы затронули, вы сами только что вспомнили о Величко. Я зрителям напомню уже неделю, как в городе исчез руководитель юридического департамента горсовета. Александр, вам что-то известно об этом деле? О его состоянии на сегодняшний день? Возможно, установлены личности похитителей? Значит, милиция открыла дело по 115 статье уголовного кодекса. Это покушение на убийство. Максим Романенко, исполняющий обязанности Днепропетровского городского совета, открыто выступил на пресс-конференции и сказал, что это давление заместителя губернатора Корбана лично на него, для того, чтобы он написал заявление об увольнении. Есть данные с камер видеонаблюдения, они есть у милиции. Вчера показывали центральные каналы о том, что его похитили люди во дворе Днепропетровской, да, машинами, которые выезжали из гаражей обл. администрации. Я надеюсь, что все-таки правоохранительные органы, может пусть не региональные, но хотя бы тогда Киев, вернут человека. Тут я очень беспокоюсь на самом деле, что сейчас эфир смотрят его жена и двое маленьких детей. Сейчас самое главное это сохранить жизнь человека, спасти, чтобы его вернули живым. Да, уж действительно детективная история, но будем надеяться, что она разрешится благополучно. Спасибо вам за ответ. Это был Александр Билкул, народный депутат Украины. И это не все темы выпуска. Во второй части подробностей мы расскажем вам о следующем. Недозапрет. Как в Ривне боролись с российскими товарами и что из этого вышло? И снова Левинский. Где всплыло имя скандальной Моники? По стаканчику с Мадонной. С кем хочет выпить поп-дива? Как помочь Украине выйти из кризиса и модернизировать ее экономику? Этот вопрос сегодня обсуждали в Вене. Представители политической и бизнес-элиты Евросоюза и Украины на форуме под названием «Украина завтра». Со всеми подробностями из Австрии Геннадий Бивденко. Очередь перед входом в зал дает понять, для европейской экономической политики здесь будет незаурядное событие. Появляется первый президент Украины, он первый от украинской стороны будет делать заявления, которые адресованы политикам-посланникам ЕС на форуме. Потом украинские предложения будут переданы лидерам наиболее экономически развитых стран Европы. Посыл Украине мало, только лишь государственной независимости. В 1991 году никто, або принаймні большинство украинцев не верили, что Украина может стать независимой самостоятельной страной. И вот сегодняшняя программа, как раз ее запуск и спрямована на то, чтобы сделать независимую человеку. Чтобы она відчула плоды своей работы, чтобы она відчула демократию, право, чтобы она відчула правовый статус справді правовой Украины. Переговоры с украинской стороны ведут профсоюзы и федерации работодателей. Главный результат на форуме было заявлено о создании агентства модернизации Украины. Это должен быть фонд многомиллиардных инвестиций для развития украинской экономики. Я не знаю, что в Украине, особенно в финансовой части, в банковской системе, в бизнесе не хватает ресурса, денег. То есть, по сути, в системе нету крови. Нам надо закачать туда кровь. И параллельно мы, создавая реформы, должны создавать инвестиционный фонд специально под Украину, который, на мой взгляд, должен быть не меньше 300 миллиардов. Что произошло по сути? Участники конференции со стороны ЕС становятся гарантами, провайдерами привлечения в Украину огромных средств. Если в Украине будут проведены реформы, подавят коррупцию, прекратят боевые действия на востоке страны. Гаранты влиятельные. Идею форума поддержал премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Об этом заявил член британского парламента Джон Уитингелл. Также поддерживает модернизацию Украины близкий друг президента Франции Франсуа Ланда, писатель Бернар Анри Леви. Мы станем авторами нового плана маршала. Если мы достигнем наших целей, это мы почувствуем, что украинцы присоединятся к нам и войдут в Европу. Сразу по окончании конференции глава Федерации работодателей объясняет высокий статус представителей ЕС на форуме. Им невыгодно слабая Украина. И они готовы в этом участвовать. Но понятно, что они хотят видеть от нас, что мы можем. Я надеюсь, что это все получится. Это исторически важный сегодня день, который может реально поменять историю Украины. В конференции также участвовал депутат Бундестага от Христианского демократического союза Германии Карл Георг Вельман. К нему прислушиваются и в Германии, и в Украине. Результатом форума можно считать, что 8 лучших экспертов поддерживают разработку программы реформ. Но первыми должны начаться реформы. Никто не будет давать деньги на реконструкцию Украины без фундаментальных глубинных изменений во всех сферах. А после мы будем говорить о фонде. Вельман стал одним из основателей агентства модернизации Украины. Бывший министр финансов Германии Перр Штейнбрюк, руководителем направления реформ в финансах и налогах. Насколько я понимаю, в декабре парламент утвердил план реформ, но существует большая разница между соглашением о принятии плана реформ и их фактической реализацией. Ответственностью украинского правительства является реализация этих реформ. Программу деятельности агентства будут создавать в ближайшие 200 дней. Пока же в агентстве модернизации Украины утвердили собственную декларацию, в ней перечень имен. За каждым украинским направлением реформ, в охране здоровья, юстиции, торговли и тому подобное, закреплен конкретный руководитель всей стран ЕС. Там-то точно знают, что такое реформа, как быстро надо их делать и каковы их результаты. Иградия Вивденко, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интеррес Вены, Австрия. НБУ по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс национальной валюты на 2 гривни. Доллар США теперь стоит 24 гривни 82 копейки. Причем глава нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что сегодня в Украине есть все основания для возвращения курсу 20-22 гривни за доллар. Ну что ж, подождем. Николаев пору полупарализовало. По городу ездят только трамваи и троллейбусы. Маршрутчики не вышли в рейсы. Почему разбирался Кирилл Ющишин? Я опоздал на работу. Так сегодня может сказать каждый житель Николаева. В основном утра в городе ни одной маршрутки. На остановках тысячи людей. Я уже считать два часа. Пол восьмого пришла. Я на лечение уже на девять часов. Я опоздала. После восьми утра стало известно. Водители бастуют. Забраться до работы невозможно. Поэтому-то отошла парня и мы подвозим всех знакомых. А вот и маршрутки стоят на парковках. Водители даже не забирали машины утром. Ночью по телефону договорились бастовать. Правда, ни горожан, ни власти не предупредили. Уверяют, цена на топливо выросла настолько, что работать невыгодно. Цены на заправку ниже будут. Мы не будем бастовать. При такой цене пять гривен. Наши зарплаты как бы не поднялись. Это как бы по нашему кошельку будет тоже хорошо бить. В ответ на запастовку маршрутчиков в мэрии срочно созвали исполком. Перевозчики оправдываются. Мол, некоторые хотели выйти на маршруты, но им не дали. Их же коллеги. Мои машины остановили по храмски и пригрожали им разбить стекла. Разбили на улице заставки Артема задний плафон. Власти в повышении тарифов отказали. Пока говорят, нужно сделать расчеты. Ну а николаевцы в ответ на запастовку водителей объявили свой бойкот в социальных сетях. Всех призывают игнорировать маршрутки и пересесть на велосипеды. Правда, большинство николаевцев возвращались домой пешком вот в такую погоду. Автобусы так и не появились. Хотя среди маршрутчиков нашлись и штрейкбрехеры. Подвозили людей, но требовали за билет уже 10 гривен. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности. Телеканал Интер. Николаев. А в Германии вышли на демонстрации учителя. Сегодня в первых пяти землях далее обещают подхватить эстафету и другие. Чем недовольны педагоги, расскажет Татьяна Лагунова. У многих немецких школьников сегодня был сокращенный учебный день, либо вообще выходной. Занятия прогуляли учителя. Они бастовали, причем сразу в пяти немецких землях. Это Берлин, Нижняя Саксония, Саксония-Анхольд, Северный Рейн-Вестфалия и Бремен. Чтобы понять требования педагогов, нужно немного детальнее рассказать о системе образования в Германии. Дело в том, что в немецких школах есть преподаватели со статусом госслужащего и без него. Критерии его предоставления в каждой земле разные, разница в зарплатах колоссальная. Преподаватели без статуса получают на несколько сотен евро в месяц меньше, даже при такой же нагрузке. Вот профсоюзы и требуют справедливости поднять зарплату специалистам без ранга на 5,5% и не меньше, чем на 175 евро в месяц. Это несправедливо. У нас одинаковое образование, мы делаем одинаковую работу и несем одинаковую ответственность, а получаем намного меньше. Это скандал. Я очень квалифицированный специалист и люблю свою работу, но платят мне за нее несоответствующе. Сегодняшняя забастовка только начало. На этой и на следующей неделе эстафету подхватят учителя и в других землях. Точный график профсоюза объявили заранее, чтобы у родителей было время узнать, будут ли уроки в той или иной школе. И в случае необходимости подумать, с кем оставить детей. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Как прогреметь красивым решением на всю Украину, но по факту ничего не сделать. Рецепт от популистов из Римненского горсовета. На прошлой неделе депутаты запретили продажу российских товаров. А вот что это изменило? Расскажет Инна Белецкая. Римненский горсовет. На сессиях эти депутаты сплошь патриоты. То и дело демонстрируют гражданскую позицию под давлением общественности. Две недели назад рекомендовали торговым точкам не продавать российские товары. Но в соцсетях их затроллили за нерешительность. Когда сделали минулую сессию рекомендувать, выникла полемика, что нижние депутаты против за Россию. Понимаете? То никто не хотел, чтобы нас в чем-то подозревали. Чтобы ни в чем не подозревали, депутаты пошли на более решительный шаг. Запретили продажу товаров из России. Проголосовать дело не хитрое. А что дальше? Это решение не совсем законное. В принципе, оно даже противоречит подписанным условиям державы. Мы сейчас в СОК находимся. Завтра принимают решение, например, польские товарные завозы. А пока мэр думает, подписывать ли решение, местные общественники взялись ускорить его выполнение. Надели камуфляж и пошли по супермаркетам. Убеждают снять с полок российские товары. Администрация супермаркетов на вопросы общественников или не отвечает, или отвечает неохотно. Продавцы же констатируют, спрос на товары, произведенные в России, и так резко упал. Но вовсе не из-за популистского решения депутатов. Есть еще до продажи российского товара, мы его позначаем. Плюс при консультации мы попереджаем, что это российский товар, это уже ЕС, это еще российский один. А здесь все позначается. Это нормально, оно выводится, но... Ривненские депутаты в очередной раз попиарились, при этом ничего конструктивного не приняли. На следующей сессии обязательно придумают, что бы еще запретить, чтобы потом не контролировать и не отвечать. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривны. Вместо жалости и сочувствия, лишь насмешки и ненависть. Почему на больного раком журналиста BBC набросилась целая армия интернет-троллей? Расскажет Светлана Чернецкая, наш британский Сапкор. Ник Робинсон один из самых известных и уважаемых политических журналистов Великобритании. На BBC работает почти 30 лет. И новость о том, что его ждет операция по удалению раковой опухоли в легких, дошла даже до премьера Кэмерона. Скорейшего выздоровления он пожелал Робинсону через соцсеть Twitter. Вот только сообщение главы правительства затерялось в десятках злобных комментариев в адрес больного репортера. Вот некоторые из них. Химиотерапия совершенно не помешает этому предвзятому человеку. Уважающая себя раковая опухоль желает немедленного извлечения из лживого приспешника Тори. И, наконец, его настигла карма. Злопыхателей объединило одно. Судя по интернет-историям, все они были ярыми приверженцами отделения Шотландии от Великобритании. Ник Робинсон, как политический редактор BBC, освещал и ход кампании, и сам референдум. Тогда журналисты и начали обвинять в том, что ему не удается скрыть свою личную позицию, и он слишком придирчив к политикам, поддерживающим независимость Шотландии. Со дня референдума прошло чуть ли не полгода, и казалось, все забыто. Но нет, националисты края Волынок и Килтов до сих пор винят Робинсона в том, что проиграли голосование и остались в составе Великобритании. Пока неизвестно о последствиях этой атаки ненависти, но здесь такое не сходит с рук. За интернет-троллинг в этой стране отправляют за решетку. Правда, сам Ник Робинсон, похоже, решил не реагировать на нападки. Он хочет вернуться на работу до мая, чтобы успеть к значительному политическому событию в стране – парламентским выборам. Светлана Чернецкая, Иван Гермаков. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Как зарабатывают на хомячках в Великобритании, 5 лет тюрьмы за мясо в Индии приняли закон, который обсуждали 20 лет. И с кем хочет выпить? Сама Мадонна. Об этом не только смотрите в нашем обзоре. Мадонна официально предложила Марин Ле Пен выпить. Звезда устала воевать с лидером французских националистов. Ранее Мадонна сообщала, что Марин Ле Пен ей угрожала. Это произошло после одного из концертов певицы. На видео во время выступления Мадонны Ле Пен изобразили со свастикой на лбу. Позже под давлением суда свастику заменили на знак вопроса. Очевидно, теперь стороны ищут примирения. Эдвард Сноуден собирается на родину. Об этом рассказал адвокат шпиона Анатолий Кучерена. Он также добавил, вопрос возвращения в США сейчас решается. Еще в июле прошлого года Сноуден попросил временного убежища в России, якобы из-за преследования американской агентуры. Сноуден разоткровенничался в СМИ о методах работы ЦРУ. В частности, рассказал о тотальной прослушке граждан. Срок за мясо. Такой закон вступил в силу в одном из штатов Индии. Теперь за производство и продажу говядины грозит пятилетний срок или штраф по индийским меркам немалый 170 долларов. Этот закон одобрили еще 20 лет назад, но президент Индии подписал его только сейчас. Полагают теперь в разы сократиться за бой коров, которых в Индии считают священными животными. Британка Лора Меллорс бросила бухгалтерию ради хомяков и денег. Теперь женщина выкладывает видео со своими питомцами в сети и зарабатывает на этом почти 3000 евро в месяц. Это больше, чем в офисе, поэтому Меллорс и уволилась. Когда она впервые опубликовала видео своих питомцев, даже не подозревала, что хомяки станут настолько популярными. Теперь у них 54 тысячи подписчиков в сети. Новые ролики британка выкладывает всего два раза в неделю. Грабителя сладкоежку арестовали в Уэльсе. Вора Мэттью Уотерса обнаружила спящим в своем же доме британка Джули Джеймс. Оказалось, преступник проник в ее апартаменты, съел все запасы мороженого, а затем уснул. На суде Уотерс признал свою вину. Его приговорили к 8 месяцам тюрьмы и компенсации в 150 долларов. В то время, как вся Америка ждет, когда Хилари Клинтон объявит о своем намерении участвовать в выборах президента, громкий скандал, связанный с ее мужем, получил новый импульс. О тени, которая легла на Билла Клинтона, материал из Вашингтона моего коллеги Дмитрия Еловского. Национальная портретная галерея осваивается своим собранием портретов президентов. Здесь все, начиная от Джорджа Вашингтона и заканчивая Мараком Обамой. Портрет Билла Клинтона появился здесь еще в начале нулевых, но спустя 15 лет на нем обнаружили таинственную деталь. И тут не обошлось без Моники Левински, с которой еще в 96-м году Клинтон изменял свои супруги в овальном кабинете. Оказывается, на картине есть таинственная тень от легендарного синего платья Моники, которое фигурировало в деле об Адюльтере. Тень в левой части портрета прямо на камине. Художник Нельсон Шэнкс признался, что специально ставил манекен с платьем напротив камина. Но только когда Клинтон не видел. Вообще в президентской семье это полотно уже давно не любят. Здесь у Клинтона нет кольца на пальце. А теперь еще и тень, которая по хитрому замыслу художника, ну как бы очернила все президентство. Шэнкс признавался, что влиятельная семья Клинтонов настаивает, чтобы портрет был как можно скорее удален из галереи. Но, впрочем, в самом музее это опровергает. По словам художника, который прославился своими гиперреалистичными полотнами, работать над портретами ему было очень тяжело. Но он старался передать все стороны жизни президента Клинтона. Надо сказать, его супруга Хиллари нынче считается одним из самых влиятельных демократов. И наиболее вероятным фаворитом президентской гонки. За ней следит сейчас вся Америка. Вот накануне выяснилось, что во время работы госсекретарем у Хиллари Клинтон не было рабочей электронной почты. И значит, она фактически подвергала угрозе всю дипломатическую переписку. А сейчас еще и этот картинный скандал. Видимо, здесь кто-то очень не хочет видеть Хиллари Клинтон в президентской гонке. Дмитрий Иловский, Юрий Романик. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Это все подробности этого вторника. Спасибо вам за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok